Иисус Христа показывал некоторые элементы нашего внутреннего естества, которые мешают укреплению вот этой самой веры. И вы слышали, как Слово Божие говорит о том, что вере может мешать жестокое сердце, о том, что могут другие грехи мешать нашей вере, укреплению веры в Иисуса Христа. И многочисленное пение, которое мы слышали сегодня, тоже нам говорило о том, что возможно, человеку в вере или укрепляться, или эту веру как-то деформировать или уменьшать. Я сегодня хочу прочитать тоже место священного писания. Кто хочет, проследите, откройте, пожалуйста, первое послание к Тимофею, первую главу. И я прочитаю с 12 по 20 стих. И хотя основным стихом у нас будет сегодня 19 стих, я предлагаю обзор этого отрывка, потому что, на мой взгляд, он кажется чрезвычайно важен для нас, особенно в это последнее время, когда столько нападок на нас, когда наша вера в нашего Господа Иисуса Христа ослабевает, слабеет под натиском внутренних переживаний, под натиском внешних переживаний. Вы знаете, чем больше идешь за Христом, Господь испытывает нашу веру, и Он испытывает нашу веру с разных сторон, и даже с той стороны, с которой мы совершенно не ожидаем, но именно туда Господь хочет проникнуть для того, чтобы испытать нашу веру и переплавить ее, и сделать ее драгоценной, дороже чистого злота. Ну, давайте обратимся к Слову Божьему и прочитаем послание апостола Павла к Тимофею, первая глава, с 12 стиха по 20 включительно. Благодарю, давшего мне силу Христа Иисуса Господа нашего, что Он признал меня верным, определил на служение. Меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован, потому что так поступал, по неверию, по неведению и неверию, в неверии. Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно, с верою и любовью во Христа Иисуса. Верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Ну, для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной. Царю же веков, нетленному, невидимому, единому, премудрому Богу честь и слава во веки веков. Аминь. Преподаю тебе, сын мой, Тимофей, сообразно с бывшим о тебе пророчествами такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которую некоторые отвергнувшие потерпели кораблекрушение в вере. Таковы имений и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать. Братья и сестры, если вы заметили, отрывок, который я сейчас прочитал, он начинается... Ну, здесь вообще можно цепляться, как говорится, за каждое слово, оно уникально и имеет связь с тем основным стихом, на который я хочу обратить внимание. Но, тем не менее, апостол Павел начинает вот этот отрывок, он пишет с 12 стиха, и там написано первое слово, какое, братья и сестры? Благодарю. Апостол Павел имеет состояние, сердце, и он имеет вообще склонность благодарить Христа. Вы заметили, что... Ну, может человек лукавить, может человек как-то немножко что-то приукрашать, но когда мы читаем и говорим вот о Библии, о Слове Божьем, мы говорим, что это богодухновенная книга, и апостол Павел писал это под воздействием Духа Святого, и здесь не может быть никакой тени, даже лжи, потому что это Слово Божье, мы в это верим. Апостол Павел был благодарным, и это не красное слово, которое он просто подобрал для того, чтобы был такой хороший, красивый контекст. Он был действительно благодарен. И как мы видим ниже, дальше, он пишет, за что он был благодарен. Он говорит, я благодарен. За что? За то, что Господь даровал ему что? Силу. То есть апостол Павел переживал силу веры в Иисуса Христа, и он был этому очень сильно рад и благодарен Богу. Он благодарил Христа за то, что он дал ему силу, и он в этой силе, в силе веры в Иисуса Христа пребывал, и он не только дал ему силу веры, но он еще его призвал верным. Братья и сестры, ну, на это можно отдельно обратить внимание. Ну, кажется, кто так может сказать, братья и сестры, ну, апостол Павел, уповая на Иисуса Христа, на его благодать, он говорит, Иисус Христос нашел меня верным. Почему он так говорил? Потому что он смотрел на себя, на свою жизнь, на свое служение, и видел измененное сердце, полностью измененное сердце, которое служит Христу, и теперь он верный Иисусу Христу, он верен, несмотря на все то, что он вот пишет это письмо после заключения, как только он был в заключении, значит, он прошел ряд испытаний в вере своих, и он не изменил Иисусу Христу ни разу, никогда в жизни он не изменил Иисусу Христу. Иисус Христос был его цель, которому он поклонялся, он был ему Богом, он никогда не изменил, поэтому он имеет право сказать, что я верен Иисусу Христу, никогда ему не изменил, никогда не избирал других богов, никогда ни на кого не уповал, поэтому Иисус Христос дал мне силу верить в Него, и я в Нем стою, и даже Он поставил мне на служение, и сейчас это служение совершаю. И интересно, братья и сестры, что в 13 стихе он говорит о том, что кто Он был, меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован, потому что поступал по неведению, и смотрите, в неверии, в неверии. Мы часто думаем, что, читая места священных писаний о евреях, о том, что это избранный народ, о том, что евреи предназначены Богом в его промысле для спасения, это действительно так, но апостол Павел, апостол Павел, когда еще до призвания своего был в Иудее, он говорит, что это состояние, в котором он пребывал, это было состояние неверия. Он не верил в Иисуса Христа, не верил, а Иисус Христос является путем истины и жизни для спасения. И вот, когда он пребывал в неверии, хотя он и защищал иудаизм, хотя он и прославлял Бога Авраама и Саака, он был в неверии. Слово Божье говорит, он был неверующим человеком. И знаете, что случилось самое, может быть, ну, плохое в его жизни, братья и сестры, даже я не говорю одобрение, убийстве христиан, в которых он участвовал. Самое худшее в его жизни, на мой взгляд, произошло то, что он был личным гонителем и хулителем Иисуса Христа. Он преследовал Иисуса Христа, он гнал Христа. Братья и сестры, вы можете себе представить. И вот в то время, когда он дышал угрозами на христиан, дышал угрозами, он гнал Христа Господи восстанавливать. И после этого случая в его жизни открылась совершенно новая страница. Он понял, что Бог спасает человека по благодати. И если до этого он усиливался поставить собственную праведность и старался всеми силами исполнять закон, чтобы быть безгрешным, неповинным в заповедях, которых Бог дает, и хотел быть первым в этом, и отличался ревностью перед другими людьми, исполнением слова, исполнением иудаизма, вдруг оказалось, что он был гонитель и хулитель Иисуса Христа. И вот в таком положении, получая прощение по вере, даром, он был просто ошеломлен. С этого момента жизнь его тотально изменилась. Теперь он получил прощение грехов. Конечно, он не забыл, он пишет об этом, он последний, он никогда не забыл то, что он делал до покаяния, он никогда не забыл этого. Это позволяло ему иметь Иисуса Христа впереди себя и быть благодарным и видеть в сравнении с тем, кто он был и кто он есть и какой Господь великий. Это давало ему силу веры в Иисуса Христа, его прошлое, от которого он отталкивался и был в состоянии благодарности и веры в Иисуса Христа. Это очень интересно, братья и сестры. Но он говорит следующим стихом «Благодарю Господа Иисуса Христа, который «Благодарю Господу нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно» смотрите сюда «с верою и любовью в Иисуса Христа верно и всякое принятие достойно слова что Иисус Христос пришел в мир спасти грешников из которых я первый». Братья и сестры, вы когда читаете Слово Божие и я читаю Слово Божие ну и замечаю, что оно наполнено множеством различных обещаний, обетований, мы так говорим обетований. Эти обетования относятся к разным сферам нашей жизни. Одни есть глобальные, которые относятся к спасению. Вот Господь даровал спасение апостолу Павлу даром по благодати и он это говорит. Смотрите, он не просто констатирует факт, что есть Писание или Иисус Христос умер и воскрес для того, чтобы человек получил прощение грехов. Он был введен Христом в это обетование, он его переживал. Апостол Павел был спасенным человеком, поэтому он начинает 12 стих с благодарности, он говорит, Господи, я Тебя благодарю за то, что Ты меня спас. Спас меня в Иисусе Христе, в Господе моем Спасителе, даром по благодати независимый отдел. И, братья и сестры, ниже, вот, начиная с 17 стиха, он описывает, и там дальше, в 6 главе подальше, апостол Павел открывает свою веру, в кого он верует, каким он видит Иисуса Христа, особенно 6 глава, конец там описывает, но и здесь, в 17 стихе, он описывает как бы Бога, какой он есть, какого Бога он верует. Это чрезвычайно важно в связи с тем, что вот описано дальше, ниже в 19 стихе. Я сейчас про это прочитаю. Апостол Павел говорит, что другими словами, что есть вещи вот в нашей жизни, которые мы особенно дорожим и храним. и если это ценные вещи, они должны храниться, братья и сестры, ну в каком-то особом месте, да, ну если мы говорим там о деньгах, или там кого-то есть, может быть, бриллианты, или золото, они хранят в сейфах, или в банках, это абсолютно нормальное явление. Дорогоценные вещи, какие, которые дорого стоят, хранить в определенном месте, куда нет доступа остальным, те, которые могут украсть, похитить это. Апостол Павел приводит пример также с верой нашей, братья и сестры. Он говорит, что наша вера в Иисуса Христа должна храниться в особом месте. И если вы заметили, 19 стих, он говорит, что ты воинствуй, имея веру и добрую совесть. Имея веру и добрую совесть. Интересно, что вот это сочетание вера и добрая совесть, она несколько раз упоминается в ближайшем контексте, вот в первой главе, в пятом стихе апостол Павел пишет, цель же увещевания есть любовь от чистого сердца и дальше, и доброй совести, и нелицемерной веры. А в третьей главе, когда апостол Павел дает наставление Тимофею, какие должны быть служители в церкви, в третьей главе, в девятом стихе, он говорит о том, что служитель должен хранить, и там написано, тайну веры. Где? Хранящие тайну веры в чистой совести. Конечно, Слово Божие дает вот эти нам оттенки не зря, братья и сестры. И здесь не просто написано, апостол Павел написал Тимофею «Храни веру в совести». Он говорит «Храни веру в доброй совести». Вот это «Имея веру и добрую совесть». Вера и добрая совесть это добрая, это хорошее, это хорошее, это приятное, это приносящее удовлетворение, удовольствие приносящее, делая человека счастливым. Вы знаете, изучая Священное Писание, что Бог совесть человеку дал как прибор, который определяет что можно, что нельзя. Апостол Павел в послании к Криму нам это объясняет. Но также вот эта совесть нам дана для того, чтобы мы сохраняли веру и наш душевный внутренний покой. Именно чистая совесть, очищенная кровью Иисуса Христа, она позволяет человеку быть спокойным. быть уверенным и быть радостным. Почему апостол Павел начинает свой отрывок с 12 стиха «Я благодарю Бога», потому что Бог очистил совесть. И апостол Павел имел это состояние. Он говорит, «Я благодарю Бога за это». Некоторые же люди, которые пренебрегают чистотой и совести, они терпят крушение в вере. Смотрите, разбивается вера в Иисуса Христа. И причем, так как описывает Павел двух этих людей, имение Александра, он говорит о том, что которые потерпели крушение в вере, ну, корабли крушения, это тогда, ну, корабли были деревянные, если их волнами бросало на скалы, это просто в дребезги, в дребезги на мелкие части разбивалось. Он говорит, так страдает вера человека в Иисуса Христа, если человек не следит за чистотой своей совести и допускает вещи в своей жизни, которые потом эту веру его деформируют, искажают, и человек перестает быть доволен спасением, доволен Христом, человек уходит от веры в Иисуса Христа. Дайте сестры, это чрезвычайно важно. Особенно, начиная с нашего собрания, сегодня мы слышали ужесточение сердца, то есть мы способны быть жестокими, мы как люди, которые без Христа не можем ничего, мы способны ожесточаться, мы способны деформировать. Но вот апостол Павел не зря в этом контексте описывает, как же все-таки начинается сдвиг вот этой совести, в чем же он заключается. И не зря он описывает, что я, когда покаялся, я был первый грешник. Вот вы заметили, он говорит, что я был первый грешник. Вернее, последний грешник, недостойный спасения. И после этого он начинает 17 стих с описания, какого Бога он верит. Первое слово, которое там стоит, он говорит, царь. Царь. То есть расстояние между им, грешным человеком, и Богом, Иисусом Христом, велико. Он почитает Иисуса Христа царем, он преклоняется. И вот здесь, в этот момент, когда, братья и сестры, смещается значимость Христа в нашей жизни, и наше «я» начинает возвышаться, вот этот сдвиг, когда мы теряем чистую совесть, когда мы Бога, которому обещали жизнь свою, которому признавали великим и славным, вдруг он становится мелким, мельче, чем мы. Мы начинаем с ним спорить. Если вы будете честны сами с собой, и вспомните, как вы отходили в разный период жизни от веры в Иисуса Христа, от упования на Иисуса Христа, обязательно вы придете к вот этому месту, к сдвигу, где Бог перестает быть царем, главным в вашей жизни, но вы сами начинаете подниматься и спорить со Словом Божьим, спорить с Богом. Я думаю, что так случалось в жизни каждого человека, кто верующий, потому что Бог испытывает веру, и Он допускает это, допускает, чтобы пройдя какой-то путь сложный, там, где мы спорили с Богом, могли в конце концов встать на колени и сказать, Господь, прости меня, я спорил с тобой, я сделал тебя маленьким, сам стал большим, ожесточился, прости, дай мне милость, прости, прости, поставь меня на то же положение, когда я мал, а ты большой, чтобы проставлять твое святое имя, чтобы твоя сила, чтобы твоя сила веры пребывала во мне, и я был способен не только верить, но и служить тебе. Братья и сестры, вот этот сдвиг очень важен. Второе, что происходит, ну, кстати, вот о том, что апостол Павел пишет в первой главе, цель же увещевания есть любовь от чистого сердца и нелицемерной веры, и ниже он описывает, возможно, это состояние вот этих же двух людей, о которых он говорит, что у них вера потерпела крушение. Когда человек начинает терять веру и упование на Иисуса Христа, ему приходится спорить с Писанием, вы понимаете, с Библией спорить. Ну, здесь написано, например, что человек должен быть радостным, написано, что Бог любит, беспредельно любит нас. Отчего же я тогда в жизни своей встречаю столько переживаний? У нас начинается спор, так, что-то не то. Или я неправильно верю, или Божье обетование неправильно понимаю. Мне нужно это истолковать, вы понимаете? Мне нужно это объяснить самому себе, чтобы успокоиться. И вот, видимо, эти люди, они начали спорить и тогда, в то время, когда они, ну, скорее всего, это были люди, которые вышли с иудаизма, и им было тяжело расстаться с прошлой религией и принять Иисуса Христа и понять, что Иисус Христос конец закона, что в Иисусе Христе спасение, что праведность не отдел, не отдел закона праведность. Нет! Праведность дается через Иисуса Христа даром, по вере. И это нужно просто принять. Братья и сестры, я, наверное, уже повторюсь, но это меня все время беспокоит, глядя на свою жизнь и на жизнь людей вокруг меня. нам всегда легче иметь перед глазами свод законов и исполнять свод законов. Да, мы можем где-то ошибиться, но потом исправиться, видя перед собой видимые заповеди, исполняя, стараясь исполнить их, мы думаем, что мы угождаем Богу. Иисус же Христос просит от нас посвященного сердца. Иисус Христос хочет, чтобы мы исполнили порученное им дело, которое Он дает. Не потому, что это нужно, не потому, что мы обязаны это сделать. Он ожидает от нас исполнение чувства благодарности, чувства любви к Нему. Господь это хочет видеть от нас. Ему не нужно жертвы наши. Он не хочет их принимать, жертвы наши. Иисус Христос хочет, чтобы то, что мы делаем для Него, делали от чистого сердца и искренне. чтобы просталось Его Святое Имя. И в этом смысле, братья и сестры, намного легче, если я возьму на себя ответственность за что-то, и вы знаете, я напрягу все силы и сделаю. Это намного легче, чем принять благодать от Иисуса Христа и быть Ему благодарным, преданным и служить с любовью. Если вам понятен или понятна эта разница между тем, что случилось тогда с людьми, которые усиливались поставить собственную праведность, и Христос принес Свою даром, которое дается по вере, и Он ожидает дальше от верующих людей, которые будут Его любить и делать, что Он каждому указывает чувство или спобуждение любви и радости к Нему. Это большое благословение для нас. Но усиливаясь поставить собственную праведность, братья и сестры, получается этот сдвиг в нашей вере. Совесть наша начинает осуждать. Вроде бы и правильно что-то стараюсь сделать, но не достигаю чего-то, что приносило бы мне полное удовлетворение, радость в моей вере, потому что я не уповаю на благодать и на Христа так, как Он хочет, а пытаюсь сделать что-то от себя. И вот это усилие, которое человек делает, вот здесь написано в контексте и ниже, вообще в первом послании апостола Павла к Тимофею есть несколько таких существенных и очень важных тем, почему он написал. Но вот одна из них это тема, когда человек начинает спорить. то есть усиливая собственную праведность, не считая себя грешником, недостойным, которых Бог помиловал, которому Бог дал благодать, и я теперь перед Господом трепещу, потому что Он мой Бог, но усиливая собственную праведность поставить. Смотрите, что происходит. Написано, апостол Павел пишет в 6 главе, что происходит желание спорить, желание спора. А я вот так верю, а я вот так верю, а ты не прав, а ты прав. Начинается состязание. Уже человек не на том уровне, когда он сокрушен и просит Господь, я ничего не знаю, кроме Тебя распятого, Господи. Вот Ты единственный мой Бог, на Которого я уповаю. Все, Боже, Он начинает быть уже экспертом, начинает спорить с Богом, начинает спорить. Медленный-медленный сдвиг в эту область, братья и сестры, и получается сдвиг и кораблекрушение в вере. Как я сказал, что Слово Божье нам говорит, после того, когда человек считает себя падшим, грешником, он видит царя над собой, Бога великого и славного, который простил его по благодати, ни от дел, ни от заслуг. Следующее, что происходит с человеком, это братья и сестры, после того, когда человек видит над собой Бога как царя, следующее, Бога присутствие. Бог говорит, апостол Павел пишет, что невидимому Богу, царю невидимому Богу, то есть верующему человеку, спасенному по благодати, Бог дает способность такую пребывать или ходить перед Богом. То есть, я знаю, что меня Господь видит, Бог сейчас не видим, мы Его не видим физическими глазами, но Он здесь с нами, Он видит нас, апостол Павел это знал, ему не нужно было никаких законов, ничего не нужно было ему другое, он понимал, Бог его видит, всякий его поступок, его мысли, Бог все видит. Он царь и видит все, он невидимый, но он все видит, братья и сестры. Вот представьте, жить с таким ощущением, попробуйте грешить. Да зачем? Господь очистил совесть, дал благодать, быть Ему полезным. Зачем грешить? Он ходит перед Господом невидимым, который его благословляет и дает Ему силу веры в Иисуса Христа. Понимаете? Когда же происходит сдвиг в вере и совесть вот из-за того, что человек Бога опускает и начинает поднимать свое собственное достоинство, получается сдвиг в вере. Иисус Христос уже не царь, а дальше теряется ощущение того, что Бог над нами, что Он видит нас. Что бы мы ни делали, мы же с вами не православные люди, которые по воскресеньям приходят в церковь, правда? Я надеюсь, что это не так. Я надеюсь, что когда вы выходите из собрания и в понедельник, и во вторник, и в среду, и что бы вы ни делали или ни говорили, Бог вас видит. И вот именно вера в это, упование на Христа и вера в это дает нам способность угождать Богу. Ну, мне не хочется расстраивать Христа, мне не хочется Его расстраивать, мне не хочется приносить Ему что-то такое, что причиняет Ему страдания и боль. Или же раздражение. Вы думаете, Бог раздражался, только в Ветхом Завете? Братья и сестры, вы думаете, что Бог раздражался только в Ветхом Завете? Нет. Слово Божье говорит о том, что кто поступает против брата корыстолюбиво, неправильно, несправедливо, что случается? Господь вститель. Господь вститель. Вы слышите? Бог вститель. Бог будет встить. Он этим раздражается, братья и сестры. Людей, которых по своей милости и любви на Голговском кресте спас, Он ожидает от них благодарного сердца и служения от чистой совести, с чистыми руками. Он это ожидает. Если этого не происходит, а человек корыстолюбив, поступает противозаконно против брата, Бог мститель, Бог мстит. Он будет мстить и 11 глава Коринфянам тоже об этом говорит, что Бог будет наказывать всех людей, которые поступают несправедливо. Братья и сестры, несмотря на то, что Он любящий, а в этом-то Его и милость и любовь, что Он очищает нас. И освящает нас до того, как забрать с этой земли. Очищает нас и освящает. Имея веру и добрую, хорошую, приносящую удовлетворение совесть, которую некоторые отвергнувшие потерпели кораблекрушением веры. Братья и сестры, да сохранит нас Господь от того, чтобы это случилось с нами. И, как я сказал уже, мы не можем избежать испытаний веры, потому что испытания веры, они предусмотрены для нас, самим Господом. И этот парадокс пребывания и возрастания в вере в тот момент, когда Бог нашу веру будет испытывать, друзья, вот этот парадокс нам нужно вместить в своей голове и невзирая ни на что посвятить свою жизнь Богу, отдать свою жизнь Христу, несмотря ни на что, сделать Его царем нашей жизни и попросить у Него милости, чтобы быть счастливым человеком и видеть Бога невидимого, как бы верою. в послании к евреям написано, что мы как бы видя невидимого, как бы видя невидимого, вот это состояние, видя невидимого, это дается Господом по благодати отверженному погибшему человеку, это дается Богом по благодати, это нужно просить у Бога, чтобы Господь ввел в это обетование жить пред лицом Его и видеть Его невидимого. Мы этого не можем никак заслужить, мы это не можем выработать никак. Братья и сестры, читать Слово Божие очень полезно, читать обетование Божие, которое написано в Слове Божьем очень полезно, я к этому призываю. Братья и сестры, но это все написано для того, чтобы однажды человек, читая какое-то обетование, получил от Христа милость войти в это обетование прямо внутрь, жить этим обетованием. Если ты спасенный человек, а если нет, попроси Христа, чтобы Он ввел тебя в это обетование. Я не хочу никого, друзья, пугать или смущать краски. И последнее, что я скажу. Когда Иисус Христос объяснял, по-разному Он объяснял с разных сторон время Своего пришествия, и как нам нужно быть готовым, это касается и нас, Он говорил так, что пойдут два человека на работу, пойдут, и что там может случиться? Один возьмется, другой оставляется. на собрании будут, еще может в гости пойдут там, один возьмется, один оставляется, даже в постели. Один возьмется, а другой оставляется. Смотрите, вы смотрите, за вместе со всеми мы как бы идем, но личная вера в Иисуса Христа, она должна быть у каждого. Личная вера. и уверенность в спасении, и вот это состояние блаженства и радости, при которой человек переживает чистоту совести и сохраняет в ней веру свою, это должно быть доступно каждому человеку, которого Господь простил. Братья и сестры, если у вас этого нет, я вас призываю, обратитесь к Господу, попросите у Него милости, чтобы Господь ввел вас в обетование спасения, и вы не только читали о Нем, но и вошли внутрь и разделили Его и были спасенными и радостными людьми. Аминь. Помолимся. Иисус Христос, благодарю Тебя за то, что Ты две тысячи лет назад, Господи, пришел на эту землю и умер вместо меня, Господь, умер вместо нас на Голгофском кресте, вместо всех верующих на Тебя, уповающих на Тебя, Господи, слава Тебе. Благодарю Тебе за то, что Ты даешь милость, Господи, не только об этом знать или читать, но также даешь милость переживать это, слава Тебе. Господь, дорогой, благодарю Тебе за то, что Ты благодаря Твоей жертве на Голгофском кресте пролитой крови даешь возможность всякому приходящему к Тебе, очистить совесть, чтобы жить и сохранять веру в чистой совести, Боже мой. Благодарю. Я знаю, что это Твоя заслуга, Господи. Тебе поклоняюсь, Тебя признаю над собой Богом, Господи. Слава Тебе за это. Благодарю Тебя, Иисус Христос, что Ты вводишь по милости, по благодати Своей, детей Своих в обетование, чтобы не только о них читать, но и жить ими, Боже. И различные обетования недоступны для нас, Господи. Дай благодать эту, Господи, жить ими. Помилуй, Господи, кто сейчас стоит и не видит ничего, и, Господи, томится сердцем и говорит, у меня не так или что-то. Помилуй, Господи. Помилуй, кто не знает Тебя, кто не имеет этой чистоты, дарованной Тобой для того, чтобы жить счастливым человеком, жить свободным человеком, Боже мой. Даруй благодать эту познатищу, Господи, и им. И Ты слышал молитвы о наших детях и о наших внуках, о наших родных и близких, о членах церкви, кто, Боже мой, вот получил, Господи, этот сдвиг веры и ушел. И, Господи, даруй благодать и им вернуться, Иисус Христос. Может быть, Ты кого-то будешь использовать из нас для этого. Благослови, Боже мой, чтобы те, кто потерпел крушение в вере, по милости Твоей мог восстановиться, чтобы прослась Твое святое имя. Господь мой Бог, я благодарю, что Ты показал, как Ты Павла восстановил, Господи, гонителя и хулителя, Боже мой. И Ты показал, как Ты можешь черпеть, если Ты его восстановил, Ты можешь восстановить и многих, кто ушли, кто отпали, Боже. Ты можешь это сделать, Господи. Сила Твоя велика. Я благодарен Тебе за то, что Ты на Голгофе победил и смерть, и ад, и сила Твоя велика. Помоги, Господь, не только читать об этом, ну, переживать это, Господи, и силу Твою, и благодать Твою, и любовь Твою нести туда, где мы находимся. Боже мой, помилуй нас. Благослови меня, Господь, сохранять чистоту совести даже, и чистоту совести и веру сохранять, и в тех моментах, в которых я не понимаю, почему Ты это допускаешь. И когда связываешь руки и ноги, Боже, и не даешь двигаться, Боже мой, все равно оставаться Тебе верным. Я прошу Тебе, Господь, благослови меня. Благослови, пожалуйста. Хочу оставаться Тебе верным, так, как я Тебе обещал. При покаянии хочу оставаться верным Тебе всю жизнь, сколько Ты мне отмерил. Боже мой, милосердный, поклоняюсь Тебе, мой Бог, поклоняюсь. Прошу Твоей милости, Твоей защиты и Твоей любви. Мой Господь, мой Царь. Аминь. Братья и сестры, сегодня Господь много раз говорил. Много раз говорил через пение, через слово. И каждый из нас способен слышать. Я верю, что слышит. Но у каждого из нас есть мое Я, моя воля. И когда мы слышим, мы можем закрыть свое сердце и сказать, Боже мой, это не для меня, Дагидор Ильич. Это Ты для кого-то. Я не знаю, почему-то так Бог повел сегодня. И на служении мы слышим, как через пение, через проповедь, Бог говорит, мы живем в время очень последнее. И когда я приду, вы не знаете, но вы можете услышать сердце. Сегодня утром я услышал рассказ. Человеку приснился сон сегодня. Я сижу за большим столом, в руке мороженое, и вдруг звонок, и говорят о том, что ты знаешь, церковь Богу забрал. И тишина. Я, который знаю все о Боге, который пытаюсь держать семью в страхе Божьем, я тот человек, который с детства вырос. Господи, как? Почему я остаюсь? Сегодня было сказано. Его благодать. Его желание, чтобы мы не просто знали, Виктор Григорьевич сегодня прочитал удивительное место. В братской комнате, перед тем, как мы вышли сюда, мы молились. Господи, хочу не просто знать, хочу не просто слышать, а хочу, хочу, чтобы Господь жить тем, что ты говоришь. Я хочу, чтобы мы еще раз услышали то, что Господь сегодня говорит нам. Давайте мы общим пением споем тихо один гимн. О Господь, в молитве пред тобой склоняюсь. И просто рассуждая молитвенно, тихо-тихо будем петь. Но если Бог кого-то касается и говорит сегодня, твоя праведность, она она недостаточна для того, чтобы попасть в число тех спасенных, кто есть. Я хочу не исполнение какой-то буквы закона, а я хочу твое сердце, твою жизнь, измененную, направленную, горящей. Когда ты видишь меня настоящим царем, когда ты имеешь в своей жизни мое присутствие, когда ты слышишь мой голос, когда меня невидимого, ты видишь. И мы можем иметь общение. Если ты хочешь иметь это, у нас есть возможность сегодня выйти вперед, склониться перед Богом и этот мир, это общение получить с ним. Пусть Бог благословит вас, потому что не знаем мы ни дня, ни часа, но знаем то, что время очень коротко. И когда Он придет, готов ли я? Давайте дадим этот ответ сердце, лично себе. Готов ли я? Готов ли я? Готов ли я? О, Господь, мои плей, пред Тобой стояюсь, Благодарность сердцем приношу Тебе. За любовь, за брус двой, Божью моляю, Осведи, очисти, жизнь мою Себе. О Иисусе, очи, не открыла гражды, Я себя увидел в страшной нищей земле. Их слезам горячим, Покладам пранцовы, Эту ночь Иисусу, я узнал Тебя. Песня. 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 До разделения души и духа и судят нас, и когда Бог говорит и призывает, как прекрасно, когда мы слышим Его голос. И невидимый Бог, Он становится реален. Мы можем отвечать на Его призыв, на Его зов и открывать свое сердце перед Ним, идти к Нему. И Он дает этот мир, дает покой и дает спасение. Пусть Господь благословит нас действительно слышать Его голос. Мы будем молиться. Боже наш, мы благодарим Тебя за то, что рука Твоя не сократилась для того, чтобы спасать. И ухо Твое, оно не отяжелело, чтобы слышать нас. Ты видишь, Господь, в жизни каждого из нас. Церкви Твоей и открыто все перед взглядом Твоим, Господь. Мы хотим, Господь, чтобы наша жизнь, она была угодна Тебе. Чтобы, Господь, наша вера, наши приоритеты, наши отношения с Тобой, они не терпели кораблекрушения в вере. Чтобы, Господь, мы имели чистую совесть. И хождение перед Тобой было правильным, Боже наш. Мы просим, Господь, продолжай работу в наших сердцах. Продолжай изменять, Господь. Продолжай показывать нам то, в чем нужно исправиться. Господи, Ты знаешь, о ком мы молимся. Кто, Господь, в тех списках молитвенных групп, в наших сердцах, в наших домах звучат молитвы о них. И мы хотим, Господь, чтобы они имели так же спасение, как имеем его мы, Господи. И мы молимся, чтобы Ты продолжал свою работу над таковыми. Хотим, Господь, быть готовыми. Когда Ты придешь, встретить Тебя. Господь, мы благодарим Тебя за сегодняшнее служение, за Слово Твое, за те напоминания, которые Ты вновь и вновь говорил нам. Благодарим Тебя за то, что Ты любишь нас. Славу прими, Отец и Дух Святой. Аминь. Присаживайтесь.